Короче, все. Механические клавиатуры отменяются, потому что Afotec выпустили оптическую. Помните их оптические свитчи в мышках? Вот теперь они в клавиатурах. Правда, не полностью. Afotec Bloody B418. Что же это за свитчи такие? Называются Light Strike. Принцип действия такой, что нажатие считывается тогда, когда пластина перекрывает сигнал светодиода. По словам производителей, это делает время отклика намного меньше, чем в механической клавиатуре. Говорят, в механике время отклика около 30 миллисекунд, а здесь 0,2 миллисекунды, то есть намного быстрее. И правда, реакция на нажатие здесь мгновенная. Однако я не могу сказать, насколько они быстрее, например, в игре, чем те же Cherry MX Red. Я сравниваю с Cherry MX Red, потому что по нажатию они очень похожи. То есть без щелчка, линейное нажатие и сила нажатия очень маленькая. В общем, свитчи очень интересные, однако их маловато, всего 8. Остальная часть клавиатуры мембранная. И непонятно, что помешало производителю сделать все свитчи в этой клавиатуре Light Strike. Наверное, цена, однако тут тоже вопрос, потому что очень уж бюджетный эту клавиатуру тоже не назовет. Если же продолжать разговор про кнопки, то здесь крутая раскладка с длинными шифтами и бэкспейсом, двухэтажным энтером и без смещения эфок. Дополнительные функции эфок есть, только странно, что подписаны не все. Вот, например, управление громкостью, треками, да, это все понятно. Но на самом деле есть и секретные функции, например, Fn Plus F8, это отключение кнопки Windows. Fn Plus F12, смена режима подсветки. Но это все не подписано. Fn Plus стрелки управляют подсветкой. И если сразу понятно, как менять яркость, то как менять цвет, я не понял сразу. А оказывается, вот так. Как вы поняли, цвета всего три, но здесь хороший запас яркости и русские символы подсвечиваются настолько же хорошо, как и английские. Это мне нравится. Глава также интересна тем, что это мембранная клавиатура с конструкцией скелетон. То есть вы видите кнопки, вы видите всю подсветку и нет никакой верхней крышки, которая все это закрывает. Есть только пластик снизу и вот эта вот металлическая пластина сверху. Выглядит, конечно, очень эффектно, такого я нигде не видел. Вот сюда можно поставить смартфон, однако края слишком острые, и смартфон можно поцарапать. На сайте написано, что здесь должна быть резиновая заглушка, чтобы не царапать девайс, но в коробке ее не оказалось. Скорее всего, потерялась в предыдущих тестах. Зато в коробке есть резиновая подставка под ладонь. Она легко крепится и снимается, и в то же время хорошо держится. Все отлично, и снизу много резиновых ножек, они большие, и из-за них клавиатура ездить по столу не будет. Также круто, что они есть и на вот этих вот ножках. Провод тонкий, в тканевой оплетке, мягкий и очень хорошо распрямляется. Получше, чем многие другие провода. В общем, клавиатура интересная. Необычная конструкция, необычный дизайн, интересные оптические свечи и возможность программирования кнопок. Минусы? Ну, хотелось бы большее количество цветов подсветки и, наверное, цена. Потому что для мембранки это все-таки ощутимый ценник. Но если вам она реально понравилась, можно купить ее дешевле. Просто не зайти промокоды, которые будут в описании к этому видео. Также цену смотрите у нас на сайте. Опять же, ссылка в описании. Подписывайтесь на наш канал и... GG, guys.